Всем привет, мои дорогие! С вами Маша. И сегодня у нас будет развлекательное предновогоднее видео, которое, возможно, принесет нам удачу в новом 2020 году. Я вам сегодня предлагаю сыграть со мной в одну игру. Назвать также это можно экспериментом, который покажет, работает это или нет. И так обо всем по порядку. Кто со мной давно, тот знает, что я не верю ни в астрологию, ни в гороскопы, ни в гадания, ни в карты Таро. И ко всем таким вещам отношусь крайне скептически. Тем не менее, я умею гадать на кофейной куще. И очень редко под Новый год могу это сделать. Пью кофе, переворачиваю чашку, ее смотрю. И вы знаете, что самое интересное? Очень часто то, что я вижу, сбывается в новом году. Тем не менее, это все не моя история. Я к этому отношусь как к какому-то веселью, как говорится, for fun. Потому что я верю в то, что я могу увидеть, потрогать, в то, что имеет какое-то логическое объяснение, и в то, что можно доказать. Все остальное не моя тема. И тут недавно, на днях, мне попалось одно видео о том, как привлечь удачу в новом году, и как сделать так, чтобы наши желания исполнились. Я его посмотрела, оно меня улыбнуло. Но самое интересное началось потом, когда я стала просматривать комментарии. Я увидела, что огромное количество людей используют этот метод, и он у них работает, и их желания исполняются. Ну, по крайней мере, большая часть желаний. И тут я не знаю, что на меня нашло. Но, возможно, предновогодняя атмосфера. Я решила попробовать, потому что я раньше никогда такими вещами не занималась. И тут мне как-то стало интересно. И идея в том, что делать это надо не в одиночку, а в компании людей. И чем больше людей будет задействовано в эту историю, тем лучше. Поэтому я вас попрошу, поделитесь этим видео в соцсетях со своими знакомыми. Пусть они к нам присоединятся и поиграют с нами в эту игру. И ровно через год, в конце декабря, я запишу видео и поделюсь тем, что произошло. Расскажу, исполнились ли мои желания. И то же самое сделаете вы. Если действительно это работает, если действительно наше желание исполнится, ну или, по крайней мере, больше их часть, то тогда я, возможно, поменяю свое мнение. И мы с вами продолжим играть. Все это делается очень легко, просто, быстро. Времени не отнимает. И все, что нам с вами понадобится, это тетрадь, либо чистый лист бумаги. Я уже подготовила, кстати, тетрадь. Новую чистую тетрадь. Видите, она у меня такая красивая, стильная. И также ручка. 31 декабря нам с вами надо будет сесть и записать 12 желаний на год. 31 декабря. Садимся и записываем в тетрадь. Лучше все-таки взять тетрадь 12 желаний. Но, вы знаете, желания эти должны быть не из области фантастики. То есть, вот как, например, у человека, скажем, нет детей или один ребенок. И он пишет, я хочу, чтобы у меня в новом году было 10 детей. То есть, ну, как бы, вот это желание из области фантастики. Если человек напишет, я хочу ребенка, то да. Там, ну, или двоих детей, мало ли, может быть, будет двойня. Но, скажем, вот 10 детей там или 20 детей. Это как бы не то, что надо писать. Ну, и все в таком ключе. То есть, желания должны быть более или менее реалистичными. Надо до 31 декабря. У нас с вами есть еще время продумать, что мы действительно хотим и представить себя в этих желаниях. Вот, кстати говоря, здесь я могу сказать следующее, что у меня иногда подобные желания исполняются, когда я чего-то очень хочу. Когда я что-то визуализирую и представляю себя, скажем, ну, в какой-то обстановке или вот в своем желании, то такие желания у меня сбываются, исполняются. Поэтому я не знаю, конечно, как это работает. Возможно, это просто игра, и мы с вами через год посмеемся. А возможно, это действительно работает. И да, наше желание исполнится. Просто надо четко все продумать и записать 12 желаний. Ну, и спрятать куда-нибудь эту тетрадь. Может быть, там куда-нибудь в ящик или еще куда-то. Но не очень далеко, чтобы потом через год ее открыть и посмотреть, отметить, что произошло, что нет, что исполнилось, что не исполнилось. То есть вот как-то так, мои дорогие. Кстати говоря, пишите, верите ли вы в такие вещи? Или вы так же, как и я, скептически к этому ко всему относитесь? Я не знаю, я не знаю. Я говорю, вот если желание исполнится, то я, да, я поверю, я изменю свое мнение. Но если нет, то нет. Останусь при нем и буду продолжать верить в то, что все это сказки и выдумки. Но мне реально как-то стало интересно попробовать, тем более, что от нас ничего с вами не требуется. просто написать 12 желаний четко и в настоящем времени. Да, нельзя так же использовать частицу «не». Вот это тоже, как бы, имейте в виду. То есть мы пишем, скажем, я не хочу, чтобы у меня там что-то произошло, да? Нет, мы пишем наоборот. Я хочу, чтобы у меня в новом году появилась, скажем, новая машина. Образно, да? Образно говоря. Вот только так, то есть без частицы «не». И внизу в комментариях, что тоже очень важно, напишите «участвую» или «играю» и пусть все сбудется. То есть я тоже напишу такой комментарий обязательно, и вы обязательно не забудьте написать «участвую» или «играю». Пусть все сбудется. Потому что тем самым мы как бы собираем положительную энергию и помогаем исполнению наших желаний. То есть чем больше нас будет, тем лучше. Я тоже обязательно не забуду, напишу такой комментарий. И посмотрим, мои дорогие, посмотрим, как это работает, посмотрим, что у нас с вами будет в новом году, как все сложится. Но я думаю, что все будет хорошо, все сложится, и я верю в то, что наше желание исполнится. Туда еще нужно обязательно в это поверить. И посмотрим, сможем ли мы общими усилиями и положительной энергии повлиять на исполнение наших желаний. Посмотрим. Такое было видео, мои дорогие. очень необычное для меня. И я не знаю, если бы я, например, услышала такую историю или посмотрела такое видео в другое время, не под Новый год, и у меня было бы другое настроение. Возможно, бы я даже и не обратила бы на это внимание и как бы прошла мимо. Но тут вот я говорю, я не знаю, что на меня повлияло. Может быть, мне захотелось сделать что-то новое. И, кстати говоря, это то, о чем я говорила в одном из видео, которые я записывала в декабре, что меня как-то тянет на что-то новое. Ну, там, это касается и мелочей, и чего-то более крупного. Но, возможно, это одним словом. Я не знаю, что на меня повлияло. Но вот я сижу перед вами, перед камерой, и предлагаю вам сыграть в такую позитивную, веселую, предновогоднюю игру, которая, возможно, изменит нашу с вами жизнь в лучшую сторону. Все, мои дорогие, встречаемся с вами в комментариях. Всем отличного настроения, удачного дня. До скорой встречи. Всех целую, обнимаю. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok